Детка, ну, птицу шуму разных концентраций, но ухо, не просто, не персоединяйте, ведь, так-таки, делаете, ну, добавили место. Продолжение следует. Башкортостан 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 Верховного Совета Башкирского СССР 19-го СОЗОВА была принята декларация о государственном суверенитете Башкирской Советской Автономной Социалистической Республики. Провозглашая землю, недра, природные богатства, экономический и духовный потенциал, многонациональный народ Республики Башкирстан стал подлинным хозяином на своей земле. Также Республика Башкирстан, оставаясь в составе Российской Федерации, отныне будет строить свои отношения на договорных отношениях. И при этом Башкирия сохраняет за собой всю полноту государственной власти вне пределов прав, добровольно переданных ею Российской Федерации. Период после провозглашения декларации наполнен важными событиями и напряженным трудом по реальному наполнению декларации по реализации его основных положений. Прежде всего это референдум от 25 апреля 1991 года, 1993 года, когда население, подавляющая часть населения, высказались за поддержку курса на повышение самостоятельности нашей республики. В декабре 1993 года была принята новая конституция Республики Башкирстан, где основные принципы и идеи декларации нашли законодательное закрепление и получили дальнейшее развитие. В эти годы плодотворно работал Верховный Совет нашей Республики, который практически заново создал новую систему законодательства нашей республики. И, наконец, это договор, который был заключен 3 августа этого года и подписанный руководством Российской Федерации и руководством Республики Башкирстан. Этот договор называется «О разграничении предметов ведения и взаимном делегировании полномочий между органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти Республики Башкирстан». Повышение уровня самостоятельности дало Республике возможность самой определить приоритеты в развитии своего народно-хозяйственного комплекса, более свободно маневрировать бюджетными и внебюджетными финансовыми ресурсами. Все это позволяет дополнительно направлять на поддержку отдельных отраслей народного хозяйства, более полное решать вопросы социальной защиты малоимущих слоев населения в период перехода к рыночным отношениям. В Республике существенно увеличено ассигнование на народное образование, здравоохранение, культуру. Немалые средства направляются на удержание цен на потребительские товары. В Республике в достаточно высоких объемах продолжается строительство социальных объектов, школ, жилья, больниц, клубов. Растут объемы дорожного строительства, продолжается газификация села. Достаточно привести один только пример. В прошлом году в селом по Башкорстану введено 20% всех школ, которые были построены в селом по Российской Федерации. Нам удается, Республике удается направлять значительные средства на поддержку агропромышленного комплекса. В прошлом году на нужды сельского хозяйства были направлены средства в четыре раза выше, чем это предусматривается нормативами Российской Федерации. И в текущем году сельское хозяйство нашей Республики не только не разваливается, как это происходит в соседних регионах России, но и сумело в этом году вырастить и собрать неплохой урожай. Который полностью удовлетворяет потребности нашей Республики в продуктах питания. В Республике продолжается строительство объектов, социальных объектов. В целом мы благодарны правительству, руководству нашей Республики за дальновидную политику по поддержке сельского хозяйства и за сохранение колхозов-совхозов, за сохранение коллективных форм хозяйствования, которые позволяют обеспечивать население Республики к продуктам питания без завоза со стороны. Положительно оценивая достигнутые за последние четыре года, нельзя не отметить, что достигнутые еще никого не могут удовлетворять. Переде еще предстоит долгая и кропотливая работа по достижению реальной самостоятельности, экономического, культурного и духовного процветания. Наступающий праздник День Республики трудящиеся от нашего района встречают в напряженном трудовом ритме в обстановке социального и междунационального согласия. Кризис неплатежей, как и везде, поставили в очень трудное финансовое положение практически все промышленные, транспортные и другие предприятия. Связанное с этим снижение объемов производства резко сократили бюджетные поступления. Но в этих непростых условиях отдельные трудовые коллективы не только не снижают объемы, но и добиваются наращивания объемов производства. Не менее важно и то, что в районе мы сумели сохранить все трудовые коллективы, квалифицированные кадры, не допустили резкого роста безработицы. В районе продолжается строительство объектов социально-культурного значения, жилья, дорог, газификации, села. Проведена большая работа по подготовке к зимним условиям школ, учреждениям культуры, здравоохранения, жилищно-коммунального хозяйства. Благодаря привлечению бюджетных и копирированных средств предприятий, организаций удалось проделать значительный объем по благостройству и асфальтированных улиц города. В крайне неблагоприятных условиях прошла в этом году жертва. Но и в таких условиях земледельцы нашего района добились замечательной победы. Практически первыми в республике добились выполнения государственного плана по продаже зерна государству. Наиболее организованно пробили уборку урожая колхоза Победа, Ленин-Юлэ, Буйский и Володинский совхозы, колхоза Мельмичурина и другие. Весомый вклад в районный каравай внесли колхозы Дружба, Большевик, имени Калинина, Искра, имени Чапаева и другие. Большую помощь сельчанам, как и раньше, оказывали обуслуживающие предприятия, промышленные предприятия, транспортные организации, наши уважаемые ветераны, сельские интеллигенции и школьники. Хочется в этот день выразить им большое спасибо, большую благодарность и пожелать им больших успехов. Напряженно трудятся и животноводы района, которые успешно выполнили 9-месячные задания по продаже мяса и молока государству. Практически готовы все животноводские помещения, заготовлены в достаточном количестве корма и имеются все предпосылки для успешного завершения года и зимовки скота в селон. Конечно, все вышесказанное не означает, что у нас все проблемы решены. Мы эти проблемы знаем и настойчиво ищем пути выхода из сложившейся трудной ситуации. От всех нас, начиная от рядового работника до руководства района, требуется проявление высокой ответственности, инициативности, организованности. Надо понять, что благополучие каждого работника, его семьи, трудового коллектива, города и района селом будет зависеть от количества и качества нашего общего труда. Дорогие телезрители, от имени президента Городского Совета Народных Депутатов, администрации города и района, горячо и сердечно поздравляю вас с праздником Днем Республики. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, просветания, благополучия и успехов во всех ваших вилах. Спасибо. Звумкие березовые рощи и дубравы, золотые хлебные поля, край кубыза, чудных песен и курая, тобой, Башкерия, любуюсь я. И маками, и на Волге я бывала, по лесам ходила, песни напевая, но берез, как наших стройных, гластвольных, я в других краях не повстречала. Любовалась красотой долин Кавказа и озерами с высоких гор, но таких прозрачных, живописных, как у нас, не видела озер. Родников целебных водой, что журча бегут к реке Стерли, не распыла с наслаждением, в знойный час припав к земле. Пусть шумят и рощи, и дубравы, колосятся золотистые поля. Край кумыза, сладких ягод и нюда, процветай, республика моя! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Направить значительные средства на поддержание отраслей народного хозяйства обеспечивать полнокровную социальную защиту населения Проведенный 25 апреля 1993 года референдум показал что большая часть народов республики выступают за экономическую самостоятельность с Башкорстаном на основе федеративных отношений с Россией В Минаульском районе за экономическую самостоятельность проголосовали более 73% принявших участие в голосовании граждан. День Республики Башхатстан, трудящийся нашего района, встречает с высоким чувством гражданской ответственности за положение дел в стране и республике в обстановке национального и социального согласия. День Республики Башхатстан День Республики Башхатстан День Республики Башхатстан День Республики Башхатстан Представляет собой монолитное, сработавшееся структурное подразделение. В основном это высококвалифицированные специалисты, мастера своего дела. И наульские нефтедобытчики всегда отличались целеустремленностью, дорожили рабочей честью. С начала года опустили 13 нагнетательных и 40 нефтяных скважин. За этот период добыли около 2,5 миллиона нефти, тонн нефти. В августе сверхплана из пластов выкачано 3000 тонн сырья. На базе промысловых и цеховых курсов организовали учебный курсовой комбинат. За годы функционирования комбината прошли повышение квалификации или вновь подготовлено более 10 тысяч нефтяников. Своими силами подготовили операторов по добыче нефти и газа, бурильщиков капитального ремонта скважин, операторов подземного ремонта, электромонтеров, операторов по исследованию скважин, слесарь-ремонтников, товарных операторов, лаборантов химического анализа. Проводится большая работа по ограничению попутно добываемой из пластов воды по изоляции водопритоков. Останавливаются высокообводненные скважины. Эти меры способствуют значительной экономии электроэнергии, материальных затрат, улучшению экологической обстановки. Усиленно идет углубление, расширение и компьютеризация на промыслах и в целом по управлению. Она охватывает основные направления деятельности. В компьютер закладываются данные о работе скважины. Он выдает отчетные документы по итогам месяца и оперативную информацию для принятия мер по изменению режима работы объекта. В разгар работа по компьютеризации экономической службы и бухгалцевского учета. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...